В прямом эфире телеканала «Настоящее время» программа «Вечер». Меня зовут Ирина Ромалийская. Здравствуйте. Тема сегодняшнего выпуска. Тело Навального не выдают семье и боятся, что люди будут штурмовать Морка. С Юлией Навальной встречается Джо Байден. Зеленский анонсирует новое контрнаступление. У нас в эфире эксклюзивное интервью с генсеком НАТО Йенсом Сноутенбергом. Ну а в Беларуси проходят первые выборы после массовых протестов в 2020 году. Зачем они Лукашенко? Расскажем подробности. А еще у нас сегодня в выпуске большое количество эксклюзивных интервью. Ставьте лайки под трансляцией, если не боитесь. Я напоминаю, что в России и Беларуси это может быть небезопасно. Мы начинаем. Ну начинаем мы со свежей новости. Российский следователь поставил ультиматум матери Алексея Навального. Она в течение трех часов должна согласиться. На тайные похороны сына. Иначе сына захоронят в колонии. Об этом в соцсети Икс написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмаш. Далее ее цитата. Час назад матери Алексея позвонил следователь и поставил ультиматум. Или она в течение трех часов соглашается на тайные похороны без публичного прощания. Или Алексея захоронят в колонии. Она отказалась вести переговоры с СССР, потому что у них нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына. Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти. Согласно медицинским документам, которые она подписывала, эти двое суток истекают завтра. Она настаивает на том, чтобы власти дали провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями. Мать политика Людмила Навальная потребовала возбудить уголовное дело против следователей по статье о надругательстве над телом умершего. Ее заявление о преступлении опубликовал директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Сообщение о трехчасовом ультиматуме сторонники Навального опубликовали в 18.20 по Москве. Там было написано еще что час назад. В общем, то есть теоретически ультиматум истекает или вот-вот истечет. Как только появится по этому поводу новости, сразу вам об этом сообщим. Я напомню, что тело Навального его матери показали только вчера. Многие российские деятели записывают сегодня видеообращение, требуют отдать тело Навального его семье. Вы объявили 24-й год годом семьи. Какие семейные ценности вы сейчас сохраняете? Неловко говорить об этом стране, которая себя считает пока еще христианской. Если у вас осталось хоть что-нибудь человеческое, перестаньте издеваться над матерью и верните ей тело ее сына. Проволочками вы только еще больше доказываете, что это было убийство. Проволочками вы еще больше доказываете свою слабость. Вся страна наблюдает за этим. Тысячи простых граждан, таких как я, запоминают каждое ваше слово, наблюдают за каждым вашим действием. Я сейчас говорю не только от своего имени. Я говорю от имени тех россиян, которые вынуждены молчать. Которые в силу обстоятельств не могут проронить ни слова. Я требую, чтобы Путин отдал тело убитого по его приказу Алексея Навального, его матери. Верните ей сына. У мертвых тоже есть права. Они хотят умереть среди близких людей. Но президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о новых санкциях против России. Их более 500. На сайте Белого дома говорится, что они приурочены ко второй годовщине российского вторжения в Украину и к смерти Алексея Навального. Эти санкции будут нацелены на лиц, связанных с тюремным заключением Навального. А также на российский финансовый сектор, оборонно-промышленную базу, сети закупок и лиц, которые уклоняются от санкций на нескольких континентах. Санкции гарантируют, что Путин заплатит еще более высокую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии внутри страны. В этом заявлении также говорится, что США вводят новые экспортные ограничения почти для сотни организаций, которые помогают России вести войну. В своем обращении Джо Байден также еще раз призвал незамедлительно помочь Украине с выделением денег для боеприпасов и оружия. Ну а до этого Байден встретился с Юлией Навальной и ее дочерью Дарьей. Этим утром я имел честь встретиться с женой и дочерью Алексея Навального. Скажу очевидное, он был невероятно смелым человеком и поразительно, как его жена и дочь следуют его примеру. Мы объявим о санкциях против Путина, которые несет ответственность за его смерть. Мне ясно дали понять, что Юлия продолжит борьбу. Мы не сдаемся. На этой встрече Байден выразил соболезнования в связи со смертью Навального. Президент США отметил, что оппозиционер боролся за демократию и права человека. И выразил надежду, что это будет продолжать делать его семья и многие россияне. Детали готовящихся санкций раскрыли в Государственном департаменте США. Будет сокрушительный новый пакет санкций. Сотни, сотни и сотни ограничений в ближайшие пару дней. Объявления о них я предоставлю Белому дому. Часть из них будут направлены против людей, напрямую причастных к смерти Навального. Но подавляющее большинство создано, чтобы опрокинуть военную машину Путина. Закрыть пробелы в санкционном режиме, который ему удавалось обходить. От матери политика Алексея Навального требуют тайных похорон. Накануне Людмиле Навальной показали тело сына, но не выдали его. Иван Жданов сообщил, что она сутки общалась со следователем Воропаевым без поддержки адвоката. При этом каждый свой шаг Воропаев согласовывал с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. В итоге Людмиле Навальной выставили три условия. Первое. Тело доставят в спецборд, но о похоронах говорить нельзя. Второе. До похорон рядом с ней постоянно должен находиться сотрудник Следственного комитета. И третье. До похорон тело Навального должно храниться в Московской или Владимирской области, поскольку силовики боятся штурма морга. Все, что происходило с матерью Алексеем Навальным, это были пытки над ней. Ее пытались склонить к совершению тех действий с телом ее сына, которые важны для государства. То есть какие-то тайные похороны, какие-то перевозки под крифом секретности по спецбордам по всей стране. Но издевательство о том, что тело ее сына будет храниться в условиях, в которых оно может разлагаться и так далее и тому подобное. Но это просто пытки над человеком. Нельзя так обращаться с матерью. А вот что известно о старшем следователе по особо важным делам, который шантажировал Людмилу Навальную. Александру Воропаеву 36 лет он начал работать в Следственном комитете Сургута в 2012. В прошлом этот человек был осужден за оскорбление представителя власти и применение насилия к нему. В 2015-м в интервью Воропаев заявил, что пришел на службу в поисках справедливости. По информации из утечек, в 2022 году доход Воропаева резко вырос. За год он заработал 2 миллиона 700 тысяч рублей. То, с какими формулировками следователь отказывается выдавать тело Алексея Навального родственниками, все это может быть расценено только одним образом. Это совершение преступления как минимум следователям, либо, может быть, группы лиц, кто вместе со следователем принимает это решение. Причем преступление особо тяжкого, сопряженного с пытками, с психологическими пытками родственников Навального, для которых грозит лишение свободы до 12 лет. Издание «Холод» сообщает, в колонии, где умер Навальный, заключенных не лечили, пытали и хоронили в безымянных могилах. Известно, как минимум один осужденный был убит сотрудниками колонии. К требованию немедленно выдать тело Алексея матери присоединились российские международные звезды. Нобелевские лауреаты Светлана Алексеевича и Дмитрий Муратов, танцор Михаил Барышников, певица «Монеточка», режиссер Андрей Звягинцев, публицист Виктор Шендерович, музыкант Максим Покровский, режиссер Александр Молочников и многие-многие другие. О том, какие требования для выдачи тела выдвигают следователи семье Навального, возможно ли крупные митинги из-за смерти политика, а также что мог бы сделать сейчас Запад против Кремля, мои коллеги поговорили с директором фонда борьбы с коррупцией Навального Иваном Ждановым. Сейчас нет никаких условий, сейчас просто закончилось вот этим шантажом и больше и все. И сказали, думайте, вот если вы согласны, придите, подумайте и примите наши условия про тайные похороны. Вот и все. Они прямо сказали, что время облакает против вас, то трупы разлагаются и что можно сделать, но, видимо, какие-то ужатные вещи направлены на разложение тела. Это первое. Второе – это угроза с информационным освещением со своей стороны. Вот они говорят, что у нас есть тоже информационные возможности. Что они конкретно имеют в виду? Тут сложно сказать, но, видимо, их традиционная работа – выбрасывать какие-то фейки и пробовать, не знаю, манипулировать своими подконтрольными ресурсами РБК, коммерсанты. Они выходят с новостями про это, и, может быть, они пытаются такое сформировать мнение, что, я не знаю, может, Навальный отказывается от похороны или что-нибудь такое. Я тут думаю, что тут, во-первых, скрывают следы убийства, во-вторых, они боятся, что похороны будут действительно массовыми, и что герой лежит в гробу, им унесут цветы. И эта картина, им не хочется ее видеть, не хочется, чтобы она происходила. Поэтому вот как с бандитом Пригожиным, вот так же тихонечко где-то похороните в уголке, чтобы никто не знал, не видел, и тогда это их устраивает. Я думаю, что такая же, например, операция. Так же не делается. Если люди там хотят выходить, то мы пытаемся нащупать это настроение и увидеть, готовы ли люди выходить на улицу, пишут ли они об этом. Тогда можно делать какой-то призыв или что-то в этом духе. Но в любом случае всегда мы заранее это не анонсируем, не объявляем. Поэтому если примем такое решение, кто-то из нас выйдет и призовет, если такое настроение будет. Речь идет о том, что у семьи есть сейчас два базовых требования. Отдать тело, похоронить нормально. И это просто точка ноль, что можно требовать, потому что это естественная вещь, нет никаких причин, почему вообще следователи имеют право какое-то держать тело, когда они все документы подготовили, когда они взяли все образцы для экспертиз, когда они провели эти экспертизы, когда все процедуры закончились, какое они право и какое они отношение имеют вообще к похоронам, к перевозке тела, к моргам. Это вообще не их дело. То есть есть требование, просто оно нулевое и базовое. Отдайте и дайте похоронить. И уже поэтому говорить, что не требуют чего-то еще, не требуют каких-то вещей. Тут понятно, что если это не соблюдается, то требуют чего-то большего. Это вообще сейчас странно. Если базовые вещи не соблюдаются, добиваться сейчас можно только общественным требованиям, общественными обращениями и формальными процедурами параллельно. Сейчас есть формальный суд, который будет 4 марта, есть формальное заявление о том, чтобы выдали тело, на которое нет ответа. Есть формальное обращение к Путину, на которое нет ответа. На данный момент вот этими вещами. Других инструментов нет. Это смешно, что следователи говорили. Мы опасаемся, что морг будут брать штурмом. Ну, у нас нет таких инструментов, чтобы взять морг штурмом. Бред какой-то. Поэтому какие инструменты есть у нас, мы их используем. Санкции против режима Путина – это такая уже привычная конструкция, что Евросоюз, Штаты вводят против режима, вносят санкционные списки. А Байден вчера сказал по-другому после встречи Юлии Навальной, что будут санкции против Путина. Он не добавлял слова этой же политики. Они достаточно чувствительны к интонациям, к деталям и к таким вещам. То есть он сказал против Путина конкретно. И я надеюсь, что это не оговорка, это действительно обещание ввести сегодня какие-то меры против Путина, которые не знают какие. То есть у нас нет никакой информации на этот счет, но это была бы действительно правильная ответная реакция. Михельтон не под санкциями, Миллер, глава Газпрома, не под санкциями, Литин не под санкциями. Чувствительнейшие олигархи, и мы понимаем, что это олигархи из английского окружения Путина, до сих пор не под санкциями Евросоюза, например. Это же вещи, которые нужно исправлять. Ну и вот как раз санкции в том числе могли бы стать ответом условного Запада на смерть Алексея Навального и помощь Украине. Такую мысль мне сегодня в интервью высказала Жанна Немцова. Давайте послушаем. Скажите, как считаете, как Запад результативно может ответить на убийство Алексея Навального? Поддержка Украины. Поддерживает все два года? Недостаточно. Мне кажется, что, во-первых, правильно делают, что поддерживают. Ситуация – это такая затяжная война сейчас. Ситуация на фронте неблагоприятна, на мой взгляд, для Украины. Нужно продолжать военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины. Украина не должна проиграть в этой войне. Это очень важно. Я думаю, что это один из важных шагов которые может предпринять Запад. То есть согласовать новые пакеты помощи, развернуть военное производство, в конце концов, в Европе, производить боеприпасы. Второе – это санкции против пособников войны. Есть компании и частные лица, против которых не были введены санкции, несмотря на то, что они являются пособниками войны России против Украины. Мы о многом говорили сегодня, почему Путин боится даже мертвого Навального, каковы перспективы Юлии Навальной, что может спровоцировать бунт в России, у кого вообще есть шанс снести режим Путина, у ВСУ или у самих россиян. Полную версию нашего интервью смотрите уже в это воскресенье на канале и на нашем Ютубе. Ну а российский политик Илья Яшин, который отбывает срок в одной из колоний Смоленской области, обратился к ООН, президенту США и лидерам стран ЕС. Призывает их добиться освобождения из тюрьмы еще одного российского оппозиционера, Владимира Карамурзы, которого тоже, как и Навального, власти России ранее пытались отравить. Вот фрагмент обращения Яшина. После убийства Навального стало очевидно, что жизнь каждого российского политзека под угрозой. Но судьба Карамурзы вызывает особую тревогу. Оба создавали личные проблемы окружению Путина. Навальный антикоррупционными расследованиями и разблочениями. Карамурза лоббированием персональных санкций на Западе. Оба де-факто объявлены в России врагами государства. Наконец, главное. Обоих Путин ранее уже пытался убить. Навальный и Карамурза пережили покушения, организованные спецслужбами. Понимаю, что мои слова – глаз вопиющего в пустыне. Но Владимира Карамурзу надо спасать. Угроза его жизни не просто реальна. Она зашкаливает. Карамурза лоббировал принятие закона Магнитского в Соединенных Штатах, освещал расследование убийства политика Бориса Немцова и репрессии в России. Открыто выступал против войны с Украиной. Карамурза получил 25 лет колонии строгого режима. Его обвинили в госизмене, военных фейках и участии в деятельности нежелательной организации. А оппозиционер Илья Альяшин, который отбывает 8-летний строг, вот именно он просит освободить Корея Карамурзу. Его приговорили по делу о распространении фейков про российскую армию. Об ультиматуме, которое российские власти выдвинули родственникам Навального, мы спросили у Билла Браудера. Это основатель фонда «Эрмитедж Кэпитал». Юрист этого фонда Сергей Магнитский погиб в московском изоляторе 14 лет назад, после того, как он раскрыл схему хищения из бюджета. И вот что Браудер, который с тех пор добивается расследования и санкций против руководства России, говорит о планах «Похоронить Навального тайно» или на территории колонии. Давайте послушаем. Я не могу использовать ругательство, но цензурных слов нет. Эти люди больные извращенцы, и мы такое видели и раньше. Это обычная тактика ФСБ или КГБ. Мы видели это в деле Магнитского, чтобы скрыть правду, они пытались похоронить его, чтобы его семья и соратники не могли провести вскрытие и определить, был ли он натравлен, убит ударом тупого предмета и так далее. Я был тронут тем, что мать Навального придерживается твердой позиции, отвергает ультиматумы властей. Надеюсь, она получит тело, чтобы мы узнали правду. И Навальный, и Магнитский разоблачали коррупцию вплоть до самого Путина. Обоих посадили, над обоями издевались. Оба были убиты. В обоих случаях было заметание следов по указанию Кремля. В случае Магнитского они несколько раз меняли причину смерти. Некоторые из тех, кто заметал следы, получили повышение. В ситуации с Навальным мы видим то же самое. Тех, кто над ним издевался, повысили. И я подозреваю высока вероятность, что их убили одним и тем же способом. Надеюсь, мы узнаем больше о судьбе Навального. Но может и нет, ведь они могут поспешно похоронить его тело на тюремном дворе. И никто никогда не получит к нему доступ. Новые санкции против России сегодня одобрили не только Соединенные Штаты, но и Евросоюз. Это уже 13-й пакет. Добавили больше сотни человек в черные списки. Санкции вводят за агрессию России против Украины. Под ограничения попали десятки компаний, в том числе из Китая, Индии, Казахстана, Сербии, Турции, Таиланда и Шри-Ланки. По данным властей ЕС, в списке люди и компании, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украина. Кроме того, увеличен список товаров, которые запрещены к поставкам на российский рынок или из России в ЕС. В их числе полупроводники и приборы на их основе. В пресс-релизе говорится, что часть новых ограничений направлена на остановку разработки и производства беспилотников. Часть должна остановить развитие российского промышленного потенциала. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году ВСУ будет готовиться к новому контрнаступлению. Такое заявление он сделал в интервью американскому телеканалу Fox News. Обороняться – задача номер один. Продолжать нашу успешную историю на Черном море. Мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы. Юг важен. Защита Востока, где у них более 200 тысяч солдат, тоже очень важна. И, конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей. Зеленский давал это интервью в нескольких километрах от линии фронта. Кадры бэкстейджа показал у себя в Инстаграме, вот вы сейчас это видите, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. В интервью Зеленский также рассказал о том, что потери России в войне в пять раз больше, чем потери Украины. А еще выразился по поводу возможных переговоров о мире и повторении Минских соглашений. Тут я его процитирую. «Мы не верим в новые замороженные конфликты, переговоры с танками, с уничтожением наших людей – это не переговоры». Конец цитаты. А на фронте российские военные продолжают штурмовать украинские позиции в Донецкой области, в частности и возле Авдеевки. Пресс-служба третьей отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины сообщает, что за одну ночь противник несколько раз пытался высаживать десант около украинских окопов. «Моя коллега Заряна Степаненко поговорила с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о том, как недавнее отступление ВСУ из Авдеевки может повлиять не только на ситуацию на фронте, но и на помощь Альянса Украине. Это свидетельствует о том, что ситуация на поле боя очень сложная или крайне сложная, как сказал президент Зеленский. Но мы не верим, что тот факт, что украинские войска отступили из Авдеевки, сам по себе существенно изменит стратегическую ситуацию. В то же время это напоминает нам о том, что Россия готова пожертвовать многими солдатами только ради незначительных территориальных достижений. Это также результат того, что Россия получила значительную военную поддержку от Ирана, Северной Кореи и смогла нарастить собственное производство и также мобилизовала больше сил. Поэтому важно, чтобы союзники по НАТО давали военную поддержку, боеприпасы и другие виды помощи. Но, конечно, также, чтобы Украина была способна получить необходимые силы и мобилизовать личный состав, необходимый для продолжения борьбы с российскими захватчиками. Могут ли первые заметные военные успехи России за последние месяцы, а затем и смерть известного российского оппозиционера Алексея Навального, как-то способствовать ускорению принятия Конгрессом пакета военной помощи Украине? По крайней мере, эти два события демонстрируют настоятельную потребность поддержать Украину. Частично, чтобы предотвратить дальнейшие достижения России, но и обеспечить одновременно возможности Украины освободить больше территорий. И я глубоко верю, что лучший способ почтить память Алексея Навального — это сделать так, чтобы президент Путин не победил на поле боя, а победила Украина. Хорошая новость состоит в том, что только за последние несколько дней мы видели большие новые объявления, например, от Швеции, о более чем 600 миллионов долларов, дополнительной поддержке, включая боевые катера, ПВО и значительное количество боеприпасов. Канада объявила о большой дополнительной поддержке, включающей в себя более 800 передовых дронов. И это дополняет заявление, сделанное Францией и Германией на прошлой неделе, предусматривающее миллиарды долларов дополнительной поддержки. Очень приветствуется объявление Японии, давшее на этой неделе более 100 миллионов долларов дополнительно на разминирование. Поэтому мы, конечно, сосредоточены на Соединенных Штатах, но мы также видим, как другие союзники действительно активируются и оказывают значительную поддержку Украине. Мы постоянно слышим много критики в адрес союзников по НАТО, что они якобы дают Украине достаточно оружия, чтобы не проиграть, но недостаточно, чтобы выиграть. Находите ли вы эти комментарии справедливыми? Думаю, вы должны признать, что в начале войны мир колебался, предоставлять ли самое современное оружие, но это существенно изменилось. Теперь союзники предоставляют не только большое количество боеприпасов, артиллерии и различных типов оружия, но и все более совершенное вооружение, включая самые совершенные боевые танки «Леопард» и «Абрамс». И, конечно, очень передовые системы противозащитной обороны, учитывая «Насомс» и «Патриотс», а также крылатые ракеты большой дальности «Сторм Шэдоу», «Скалпс» из Великобритании и Франции. Это очень передовые, точные системы оружия большой дальности. Кроме того, сейчас мы учим украинских пилотов F-16, и союзники также объявили о доставке весьма значительного количества F-16 в Украину как можно скорее. Поддержка развивалась по мере того, как развивалась война. Я приветствую, что союзники также представляют более совершенные системы. Также считаю, что кроме обсуждения систем, что всегда важно, F-16 или крылатых ракет, очень важно помнить, что нам нужно держать в надлежащем состоянии вооружение или поставляемые системы, боеприпасы, запчасти, техническое обслуживание, ремонт. Это огромная задача, и мы также должны сосредоточиться на этом. Поскольку мы знаем, что чем больше сможем ремонтировать и обслуживать хранящееся в Украине оружие, тем сильнее будут украинские вооруженные силы. Мы все хотим, чтобы F-16 были там, как можно раньше. При этом, конечно, эффект от F-16 будет тем сильнее и больше, чем лучше будут обучены и подготовлены пилоты. И не только пилоты, но и техническое обслуживание, персонал и все системы поддержки, которые должны быть в наличии, чтобы сделать F-16 действительно передовой системой вооружения, которой они и являются. Поэтому думаю, что мы должны прислушаться к военным экспертам относительно того, когда именно будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем быстрее, тем лучше. В то же время, это должно быть эффективное оружие с хорошо подготовленными пилотами, с хорошими обслуживающими системами в наличии в момент, когда мы доставим этот механизм Украине. Продолжает Россия атаковать и относительно мирные украинские города. В ночь на 23 февраля российская армия нанесла комбинированный удар по Украине дронами и несколькими типами ракет. В Одессе и Днепре есть погибшие и пострадавшие. В Харьковской области из-за атаки погибли животные. Все подробности у Юлии Жуковой. Во время российской атаки на Одесскую область один из сбитых над морем дронов упал на здание предприятия в прибережной зоне Одессы. Начался пожар. Из поврежденного здания удалось спасти охранницу. Она не пострадала. Под завалами спасатели нашли тела трех погибших. Россия атаковала Одесскую область ударными дронами типа «Шахет». В то же время с самолетов из акватории Черного моря российская армия выпустила и ракеты. Но они не долетели до цели. В Днепре дроны попали в предприятие и многоэтажку. Ранены восемь человек. Под завалами еще могут быть люди. Из восьми пострадавших из-за атаки двое остаются в больнице. Они в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно. Сусида 71-й человек, батька их, диабетик нет. Не знаем, где-то там под завалами. Они вылезли, спасалися уже хоть сами двое. На восьмом этаже эта жиночка, что спала в зале, выдерка, найти пока не может. Может, жить то надо, жизнь продолжается. Нас войны защищают. Все будет хорошо. Обязательно. В Харьковской области российские войска атаковали дронами агропредприятия. Погибли 15 коров. По предварительным данным, всего было пять попаданий беспилотников. Повреждены и разрушены ангары, складские помещения, хозяйственные постройки и техника. Под завалами еще могут оставаться животные. Ну и тема войны была сегодня главной в Вильнюсе, где на форуме «Свободная Россия» собрались российские либералы, политики, экономисты, политологи, журналисты, которые вынуждены были уехать из России. О заявлениях в первый день работы форума Роман Васюкович. Главные вопросы, которые прозвучали в первый день форума, какую стратегию выбирает российская оппозиция и что делать дальше, чтобы закончилась война против Украины и в России наступили демократические перемены. Кроме этого, российские политики, журналисты, эксперты обсуждали, что именно могут сделать те, кто не поддерживает политику Владимира Путина. Говорили о том, есть ли сегодня раскол в российской оппозиции, возможно ли переговоры с Путиным после двух лет войны и смерти Алексея Навального. Может ли победа Украины в войне привести к демократическим переменам и должна ли вообще Россия сохраниться в нынешних границах, чтобы эти изменения наступили. О дальнейших действиях, о противостоянии Владимиру Путину, о будущем России во время войны и после нее участники говорили так. 30-35-40. Оно не должно быть спалено полностью в войне, безусловно. Оно должно участвовать в операциях, но так, чтобы основной костяк остался. Это послужит для будущей России прообразом российских силовых структур. Путин это война. И те, кто готовы признать эту трагическую истину, должны делать все, чтобы как можно скорее война кончилась с крахом путинского режима. Поэтому для нас, для формы свободной России и наших сторонников нет вопроса, почему в таком порядке победа Украины, свободная Россия. Я за то, чтобы российская армия агрессия, армия вторжения потерпела полное поражение. Я за то, чтобы Россия выплачивала репарации и судила Самаря, отдала под Международный суд военных преступников. Я не считаю, что собравшиеся здесь российские изгнанники, российские оппозиционеры должны сплачивать свои усилия для того, чтобы помогать Украине. Я считаю, что мы должны сплачивать свои усилия для того, чтобы помогать России. Это наша сторона. Россия. В резолюции 12-го форума «Свободная Россия» участники отметили, что «понимают, что сегодня находится в меньшинстве, в российском обществе. Но, несмотря на это, нужно продолжать борьбу за перемены и противостоять политике Владимира Путина». В первый день форума представители российской оппозиции также затронули тему экономики России во время войны. Завтра участники продолжат форум, где в том числе обсудят, как россияне относятся к войне, которая длится уже два года. До этого участники форума возложат цветы к памятнику жертв политическим репрессий в центре Вильнюса, где сейчас образовался символический мемориал памяти Алексея Навального. Роман Васюкович, Андрей Рашевич. Настоящее время. Ну и другая тема нашего выпуска. В Беларуси выборы. Первые после массовых протестов 2020 года. В стране выбирают сейчас депутатов парламента и местных советов. Единый день голосования назначен на это воскресенье. Но, по данным Центра избиркома, каждый четвертый избиратель уже проголосовал. На досрочном голосовании, которое началось еще в понедельник. Чтобы проголосовать заранее, уважительная причина в Беларуси не нужна. Скорее, это даже поощряется. Впрочем, фальсифицировать результаты выборов особой нужды нет. Среди кандидатов нет оппонентов власти. Вся позиция в стране за последние годы была полностью разгромлена. И, как результат, на 110 мест в нижнюю палату парламента претендуют всего 265 человек. То есть, в среднем, чуть больше, чем два человека на место. Партийных списков в белорусской избирательной системе нет. Только мажоритарка побеждает тот, кто набирает больше всего голосов в своем округе. Порога явки тоже не существует. Выборы считаются состоявшимися при любом количестве проголосовавших. После массовых протестов 2020 года белорусские власти долго откладывали следующую избирательную кампанию и тщательно к ней готовились. Чем выборы эти отличаются от предыдущих, знает Ольга Жарносек. В Беларуси в эти дни действует почти военное положение. За ходом выборов следят более 10 тысяч силовиков. В этом им помогают курсанты Академии МВД, молодежные отряды и добровольные дружины. Для них даже провели специальную тренировку. Так силовиков учили реагировать на попытки сфотографировать бюллетень. С прошлого года это под запретом. Дело в том, что на президентских выборах 2020 года именно с помощью фото бюллетеней оппозиция вела альтернативный подсчет голосов и отслеживала фальсификации. Я посмотрела свой бюллетень и только на фотографии я увидела, что в него есть точка. Она точка стоит, хотя я жирно облила Тихановскую. Я просто в шоке. Я знаю, что многие этого не увидят. Никогда не увидят. И все бюллетени будут испорчены. А вот еще несколько фрагментов тренировки МВД. Огонь, стрельба и силовики, спускающиеся по тросам. Больше похоже на кадры из американских боевиков. И, кстати, настоящие боевики на этих выборах также предусмотрены. Ну и я скажу, что с нами здесь находятся инструкторы и советники человека. Если что, они готовы в этой ситуации где-то подключиться, оказать помощь. Еще одно отличие этой избирательной кампании – отсутствие возможности проголосовать за рубежом. При этом власти Беларуси уверяют – права граждан это никак не ущемит. Они могут приехать в страну и в период досрочного голосования со вторника по субботу или в единый день голосования 25 февраля 2024 года, выполнить свой гражданский долг, прийти на участки и проголосовать. Но прежде чем принимать такое предложение, вот вам цифра от правозащитного центра «Вясна». Только за прошлый год после возвращения в Беларусь были задержаны более двухсот человек. Поводом для преследования могут стать фотографии из протестов 2020 года, донаты, комментарии в социальных сетях, экстремистские репосты, фотографии с бело-красно-белой символикой, найденные в телефонах и соцсетях, и даже фотографии с акций солидарности за рубежом. В целом избирательная кампания проходит в условиях массовых задержаний и судов. Согласно данным правозащитников, только в январе по политическим статьям арестовали 26 человек. Еще 52 человека получили штрафы. Всего в белорусских тюрьмах сейчас находится 1420 политзаключенных. На фоне этого в ЕС уже призвали не признавать итоги голосования. Европарламент призывает власти прекратить репрессии в преддверии выборов в феврале 2024 года, обеспечить полное уважение свободы объединений и выражения мнений, а также позволить всем кандидатам участвовать в свободных и справедливых демократических выборах под международным наблюдением. И к слову о наблюдателях. Впервые в истории парламентских выборов в Беларуси власти не пригласили миссию АБСЕ. И в целом представителей западных организаций. Наблюдает за ходом голосования в основном миссия Содружества независимых стран, сокращенно СНГ. В эту организацию входят постсоветские страны, а возглавляет миссию Леонид Анфимов, бывший глава Комитета госконтроля Беларуси. Мы, наверное, излишне фетишизируем АБСЕ с ее институтами. Но не будет АБСЕ, так что? Или ее заключение для нас истинно в последней инстанции. В конце концов, выборы мы в нашей стране проводим не для Европы, не для Америки. Мы их проводим для себя, для своего народа. В редакцию издания «Зеркало» попал список наблюдателей. В нем 77 человек. 31 из них, то есть почти половина, это граждане Беларуси. Миссия СНГ уже опубликовала промежуточный отчет. Ожидаемо вполне хвалебный для Белорусского Центроизбиркома. По мнению миссии, центральная и нежестоящая избирательная комиссии принимают необходимые меры для подготовки проведения выборов на высоком организационном уровне и в точном соответствии с законодательством страны. Белорусская оппозиция в такой ситуации называет эти выборы «безвыборами». При этом Светлана Тихановская призвала белорусов не проявлять протестную активность и бойкотировать компанию, чтобы не рисковать свободой или жизнью. По словам Тихановской, парламентские выборы ничего не изменят в Беларуси. Зачем вообще проводить выборы без оппонентов в условиях тотального контроля, без шансов на признание со стороны Запада? Об этом мои коллеги спросили у белорусского политолога Павла Усова. В Беларуси и в России сформировался электоральный тоталитаризм, когда выборы являются исключительно формальным механизмом внешней и внутренней легитимизации системы. Потому что других инструментов и механизмов показать, что режим опирается хоть в какой-то степени на поддержку социальную просто нет. Отказаться от выборов это означает продемонстрировать, собственно говоря, и обществу, и тем, кто удерживает власть той группой, что они не пользуются абсолютно никакой поддержки, находятся в вакууме. Ну и признать то, что по сути режим является политическим банкротом. Лукашенко этого сделать и делать не хочет, он пытается сохранить какую-то электоральную иллюзию без участия оппозиции, чтобы не дестабилизировать систему. Но все же показывает, что есть народное участие, есть какой-то процесс и режим опирается на волю народа, потому что Лукашенко постоянно обращается к людям, постоянно апеллирует тем, что он защищает интересы людей, поэтому просто отказаться от выборов, даже таких, какие есть, режим что путинский, что лукашенковский, не может. Ну и самое время для нашей традиционной пятничной рубрики «Смотри в оба». Автор и ведущий которой Андрей Черкасов вместе с экспертами развенчивает российскую пропаганду. Сегодня о войне против Украины, вернее о том, как новые технологии изменили ее ход и, конечно же, что по этому поводу говорят на российских государственных телеканалах. В первый год российского вторжения в Украину речь в основном велась о турецких байрактарах, которые успешно использовали в СУ, и иранских шахедах на вооружении российской армии. Сейчас на миновании дронов десятки – ударные и разведывательные, большие и малые, местного и зарубежного производства. Дроны летают в безумных количествах, в 200 дронов в час. Война поднялась в небеса. Мы за год даже сами не заметили, как в военном деле произошел такой качественный скачок и переворот. Революция. Армия агрессора продолжает использовать иранские беспилотники для ударов по Украине и наращивает собственное производство. Хотите батоны, а хотите дроны. Киев также активно производит беспилотные летательные аппараты. Эффективно используют поставки дронов от западных союзников для уничтожения тяжелой техники противника, а морские беспилотники успешно атакуют корабли российского Черноморского флота. Все это не только влияет на распределение сил на поле боя, но и постепенно на военное дело в целом. С массовым использованием дронов-разведчиков, иногда оснащенных приборами ночного видения, становится все труднее неожиданно ударить по противнику. То, что раньше требовало наличия разведывательной авиации или разведгрупп в тылу врага, теперь решается проще – с помощью дронов. Почти исчез эффект внезапности, который раньше старались достичь всей армии современной. Ситуация на поле боя становится абсолютно прозрачной. Теперь очень трудно, незаметно подготовить ту или иную операцию. В общем, понятно, что делает противник. Благодаря беспилотникам стороны не просто узнают о действиях друг друга, но и происходит это практически в прямом эфире. Соответственно, времени на принятие эффективных решений требуется меньше. Благодаря дроном командование узнает об изменении ситуации на поле боя и реагирует гораздо быстрее. Большие скопления техники и людей уязвимы для ударных дронов. Силы приходится рассеивать, передвигаться малыми группами. До появления, массового появления такого рода беспилотников, там взвод, находящийся на расстоянии 5, 6, 7 километров, над линией боев мог чувствовать себя достаточно надежно. Теперь любое скопление личного состава в полосе 5-10 километров от линии боевого соприкосновения может оказаться уязвимым. Именно с подобными ситуациями, как в первый год войны, так и сейчас сталкивается российская армия. Атаки большими колоннами тяжелой техники захлебываются. Танки и БМП становятся легкой мишенью для ударных беспилотников ВСУ. Один из последних примеров Новомихайловка. Атакующих россиян издалека заметили украинские дроны-разведчики. Потом большую колонну российской техники перебили ударные дроны. Снова нашу колонну разнесли бандеровские дроны. Новомихайловка. Смотреть горько. Кроме непосредственного ущерба, дроны оказывают и психологический эффект. На поле боя беспилотник выслеживает противника, зависает над ним и сбрасывает специально модифицированный боеприпас. Все это снимается на видео и попадает в социальные сети. Напугать противника призваны и боевые дроны, бьющие по глубоким тылам. Они не оснащены камерами, но видео и фото за них делают очевидцы. Россия ими наносит удары по критической инфраструктуре Украины. Но в последнее время не проходит и дня без новостей об атаках украинских беспилотников на российские энергетические, промышленные и военные объекты. Массовое применение беспилотников предполагает и новый подход к защите одних. Маскировку, радиоэлектронную борьбу и ПВО. Если ракета стоит 1 миллион долларов, то запускать ее по дроном стоимостью несколько тысяч нет смысла. Приходится разрабатывать более доступные системы защиты, в частности глушилки, перебивающие сигналы беспилотных летательных аппаратов. Нехватка дешевой и эффективной защиты от дронов поставила под сомнение безусловную эффективность флота, например, российского в Черном море. За два года Москва потеряла там до двух десятков кораблей. В основном именно по вине морских беспилотников, которые в среде военных экспертов принято называть безэкипажными катерами. Возникает вопрос, а нужно ли строить эти очень дорогие вообще военно-морской флоты, очень дорогое удовольствие строить такие корабли. И главное, какую задачу эти корабли должны решать. Разумеется, примеров того, как дроны повлияли на ведение войны, гораздо больше десятка. Некоторые из них, как-то успех дешевой техники и упор на массовость, мы могли наблюдать и в противостоянии между Израилем и Хамас. Аналитики пытаются осмыслить происходящее и извлечь из него уроки. И Украина, и Россия активно готовят операторов в беспилотных летательных аппаратов и разрабатывают новые дроны. Но всю самую тяжелую и опасную работу на фронте продолжают выполнять пехота, танкисты, артиллеристы и военнослужащие других специальностей. Завтра, 24 февраля, исполняется два года с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Мы продолжаем рассказывать о людях, которых изменила большая война. Изменила она, конечно же, и нас. И особенно повлияла на наших коллег, которые продолжают жить в Украине и каждый день рассказывают вам о реалиях этой большой войны, часто рискуя собственными жизнями. Спецрепортаж о них, о наших военных корреспондентах. Борис, Андрей и Алексей – военные корреспонденты с 10-летним стажем. Их репортажи с фронта в эфире настоящего времени последние два года. Ради этих кадров парни часто рискуют жизнью. И когда ты понимаешь, что оно вот где-то совсем уже рядом по тебе, я тогда написал жене сообщение «Я тебя люблю». И тут еще один снаряд, бабах, взрывается. И ты такой думаешь, говорит, так а что же мы туда идем, если туда снаряды падают. У меня вот такой вот уже навык. Я всегда, знаешь, смотрю, куда можно, если что, укрыться, но не теряя нить разговора с собеседником. Я всегда, знаешь, так смотрю, так, ага, так, мягкий кустик, можно сюда прилечь. В эфире зрители обычно видят только корреспондентов, но за кадром остаются не менее важные люди – операторы. Именно их глазами через объектив камеры фиксируются ключевые моменты войны. Это Сергей Дыкун. Он работает в паре с Борисом Сачалко. Мой верный конь. Улыбайся. Улыбаемся и машем. Сережа у нас просто… он потомок скандинавских воинов, наверное. Потому что, чтобы не было, Сережа спокоен. Просто. Поехали, Андрюх. Заводи машину. А это оператор Василий Мартыщенко. Успевает снимать не только для новостных программ, но и для своих подписчиков в Инстаграме. Вот эта дырка, вот это прилет авиабомбы. Допустим, я как журналист, я там, грубо говоря, могу в окопе посидеть. Мне там такое дело. Или в блиндаже. То Васе надо выйти из этого окопа или из блиндажа, для того, чтобы это все снять. То есть и он подвергает себя вообще, как бы операторы подвергают намного больше риску. А вот еще один оператор – Николай Рыщенко. Коля, кстати, родом из Луганска. И уже 10 лет он не был дома. Снова мы с Николаем в нашей любимой среде. По колено. Ну, не по колено. Но сегодня придется чиститься. Да, Николай? Да, немножко. Незаменимые члены фронтовых команд – водители. В конце каждого сюжета мы называем имя не только автора, оператора, но и водителя. Поскольку я вообще считаю, что это самый важный человек. Андрей Устинкин не только безопасно довезет до точки назначения, но и вкусно накормит. Да, у нас водитель готовит. Андрюха, спасибо. Кто не работает, тот что? Ест. И вот ты просто кровь из носу. Тебе нужно быть в семь, как штык у него на кухне. Если нет, Андрюха очень обижается. Андрюха, не обижайся, пожалуйста. А вот водитель Алексей Полинь не дает ребятам проспать ранний выезд и после опасных съемок разряжает обстановку в машине детским плейлистом. Ну и послушаем суровую песню для суровых военкуров. Врубай! Ребята на фронте не только вместе работают, но и живут тоже вместе. Поэтому за годы поездок на войну они стали не просто коллегами, но и по-настоящему близкими людьми. О, слушай, они же знают про меня больше, чем моя жена. Прости меня, солнышко. Ты же с ними делишься всем. Ты живешь с ними, ты кушаешь с ними, ты спишь с ними, ты проводишь с ними 24 часа в сутки. Андрюха пытается дозвониться кому-то. Сейчас я вам, Яре. Да, Сережка? Яр, давай яблоко. Я там просыпаюсь, пока чищу зубы, Коля уже ставит яичницу, потом Коля идет чистить зубы, я ставлю чайник. Все отварное. Мы тут с Николаем следим за фигурой на войне, да, Николай? Да, да, да. Держать себя в форме, в тонусе. Шутки и разговоры между собой – это то, что обычно помогает парням психологически отвлечься. Эмоции от увиденного на войне корреспонденты, как правило, оставляют за кадром. Но у каждого из них есть истории, которые их особенно зацепили. В Бородянке нашли захоронения гражданских. Мы же тогда абсолютно как-то спокойно воспринимали, это мама, она там переворачивала тело этого сына, вот как маленького ребенка, значит, переворачивала и общалась с ним, как с маленьким ребенком, а перед тобой лежит сорокалетний мужик. Вот просто, но она все равно осталась мамой. Я люблю тебя, сыночка, я люблю тебя. Ты нулечка моя. Это трагедия, но оно вот как-то, ты отрезаешь вот эти эмоции. А потом приезжаешь, пересматриваешь это и думаешь, ну ***. Ну вот так вот иногда бывает. Ты знаешь, тяжелее всего, когда ты снимаешь сюжет про бойцов, какие-то их истории, ты с ними тем или иным образом сближаешься, а потом узнаешь, что его уже нету, а сюжет о нем еще не вышел. И это та концовка, которую не хотелось бы дописывать. Человек 15 тел гражданских, которые российские солдаты расстреляли, которые месяц лежали. Кого-то они сгребли на кучу и облили бензином и сожгли. Кого-то в машине. То есть это жутчайшая картинка. Так, наша работа очень часто связана с горем людей. И ты, когда просто переживаешь эту ситуацию, тебе, ну как бы, очень плохо. Все трое Борис, Андрей и Алексей документируют войну в Украине с 2014 года с аннексией России и Крыма и оккупацией части Донбасса. Поэтому у них, как у военных корреспондентов, есть одна непростая мечта – снять когда-нибудь репортаж там, где на их глазах все началось. У нас мечта снять репортаж о том, как продают кукурузу на пляже в Севастополе, где развиваются украинские флаги. А я сниму про Луганск, потому что я и в Луганске был, и был в захваченном СБУ. И хотелось бы снять сюжет «Свобожденного Луганска» еще потому, что Коля родом, Николай Рыщенко, мой оператор, родом с Луганска. И он всегда говорит, повторяет, мы еще приедем, мы еще приедем. Вот мне хочется снять сюжет о годовщине украинской победы. Я не знаю, где она будет. Она будет в Москве, она будет в Крыму, она будет в Луганске. Это на самом деле, ну это важно, но это условности. Просто хочется снять о годовщине победы. Юлия Жукова, Андрей Шурин. Настоящее время. Украина. И уже завтра, 24 февраля, в день второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, телеканал «Настоящее время» проведет специальный эфир. Как война изменила Украину и украинцев? Какой стратегией перешла российская армия? Чем отвечает украинская? И, конечно же, главный вопрос – когда закончится война? Эфир этот для вас проведу я и мой коллега Игорь Севрюгин. Присоединяйтесь к нам в субботу, 24 февраля, в 16 часов по Москве и в 15 по Киеву. Присоединяйтесь к нам в субботу, 24 февраля, в 16 часов по Москве и в 15 часов по Москве и в 15 часов по Москве. Или она соглашается на тайные похороны, или сына хоронят в колонии. И дал на это три часа. Три часа истекли, что дальше пока никаких действий не предпринимается. Но все, что происходит вокруг, мы вам уже расскажем буквально через несколько минут в новом эфире на Ютубе, который мы начинаем буквально через одну-две минуты. А я же прощаюсь с телезрителями. Это была программа «Вечер», она уже доступна на нашем сайте, quarantine.tv. Заходите, подписывайтесь, лайкайте, если знаете, что вам это безопасно. Меня зовут Ирина Ромалийская. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Это был настоящий шок. Это было действительно начало тяжелейшего испытания для гражданского населения в современной истории. Этот первый крупный авианалёт на Лондон ознаменовал начало Блица. Немецкие самолёты возвращаются день за днём, и бесконечный дождь из бомб падает на столицу Британии. Субтитры создавал DimaTorzok